В этот день, 17 ноября 1757 года, была основана Императорская академия художеств. Одним из ее отцов стал Иван Шувалов. За два года до того он основал Московский университет. 17 ноября 1770 года в Москве зарегистрирован первый случай заболевания чумой. Начиналась последняя эпидемия этой инфекции в России. Россия не видела чумы около ста лет. Петр I весьма преуспел в организации государственной карантинной службы. Все губернаторы получили подробные инструкции, как поступать должно при получении первых сведений о моровом поветрии из соседних государств. Всякий приезжий из подозрительной страны задерживался. Его окуривали разными огнями. И до поры такие меры работали. Но война с Турцией в начале 1770-х годов сделала свое дело. С военными трофеями в Россию пробралась Ерсения Пестис, возбудитель болезни номер один. В августе 1770 года эпидемия вспыхнула в Брянске. Спустя пару месяцев врачи Московского генерального госпиталя обнаружили 27 хворых со страдными черными пятнами. Доктор Афанасий Шафонский разледил все признаки моровой язвы. Госпиталь встал под карантин и вооруженную охрану. Но чиновное начальство, как водится, призвало не сеять панику, мол, на лицо обычные пролежни. И хотя почти все больные умерли, чумы так и не признали. И даже Екатерина II записала, с удовольствием уведомились мы, что вся опасность от заразительной болезни в Москве миновалась. Как бы не так, это было только начало. Весной и летом первопрестольная угодила в самое пекло эпидемии. Многие трупы лежали на улицах. У полиции не хватало ни людей, ни транспорта для вывоза больных и умерших. Чума откликнулась не только смертью больных, но и жестоким чумным бунтом, изнывавших от карантина людей. Отчего героически погиб архиепископ Амвросий, пытавшийся усмирить мятежников. С болезнью и бунтом боролись с солдатами и богатыми посолами. Деятельный генерал-поручик Еропкин и сам Григорий Орлов, одно время второй-третий человек империи. Больше года тянулся этот ад на земле. Последняя столь крупная эпидемия чумы в Европе. Она унесла жизни около 130 тысяч москвичей. В этот день, 17 ноября 1804 года, были основаны два новых университета в Харькове и Казани. Также был принят университетский устав, дававший учреждениям больше свобод. 17 ноября 1812 года, день победы в сражении под Красным с войсками Наполеона. Недели голода, холода и смерти начались с выхода армии Наполеона из Москвы. Была надежда, что она дойдет до Смоленска и хоть там отдохнет. Однако солдаты, которые должны были найти в Смоленске хлеб, нашли там только беспорядок и почти пустые склады. По выходу из древнего русского города мучения французов продолжились. Колонны их растянулись. И вот на хвост этой колонны наступил авангард Милорадовича. В первом же столкновении две тысячи пленных открылась череда разгромов именитых генералов Наполеона. Сначала Евгения Багарне. Потом под Красным ордогнем был потребан ранее непобедимый маршал Луи Николя Даву. Полный разгром был предупрежден только броском главных сил Наполеона, который соединился с корпусом Даву. Силы французов таяли на глазах. 17 ноября 1868 года Менделеев основал Русское химическое общество. 17 ноября 1888 года впервые исполнена Пятая симфония Чайковского. 17 ноября 1948 года на вечную стоянку отправился крейсер «Аврора». 17 ноября 1970 года первый советский луноход сошел на поверхность земного спутника. Конечно, к этому моменту американские астронавты уже побывали на поверхности Луны. И Армстронг уже произнес свое сакраментальное, мол, это маленький шаг для одного человека, но огромный скачок для всего человечества. Но советской космонавтике тоже было чем ответить. Луноход стал первой автоматической машиной первым планетоходом на планете соседки. Был он с небольшой трактор, масса лунохода 1, 756 килограмм, высота 192 сантиметра. В лунные дни он нагревался от солнца до 150 градусов по Цельсию, ночью же температура опускалась до минус 170 градусов. Управляли им 11 операторов с Земли, по очереди по 2-3 часа. Срок эксплуатации аппарата был рассчитан на 3 месяца, но проработал он целых 10,5 месяцев. За это время он проехал более 11,5 километров по поверхности, передал более 200 панорам и свыше 200 тысяч видеокадров. Настоящий космический трудяга. 17 ноября 1978 года в Советском Союзе было заявлено об испытании нового поколения оружия массового поражения, нейтронной бомбы. Таким был этот день 17 ноября.